Девушки отдыхают Момент вылета внедорожников стоящей машины в Нижнекамске попал в объектив видеорегистратора Разбили любовный треугольник После этого любовники вытащили тело на лестничную площадку, а сами ушли к Суворову продолжать эксплуатацию, которые были на пике Дело о жестоком убийстве сожителя подсудимой слушается в Верховном суде И как отправив груз не лишиться его по дороге Мошенник звонит водителю, водитель скидывает ему документы Схема мошенничества с грузоперевозками. Это и не только. Прямо сейчас Пассажирский автобус 45 маршрута протаранил две стоящие на светофоре иномарке Все произошло на улице Несмелого. Одной из причин столкновения по уверению предполагаемого виновника происшествия стала скользкая дорога Учитывая, что машины находились в разных рядах, на этом участке дороги образовался большой затор Альбина Минибаева с подробностями Увидев мигающий сигнал светофора, девушки-водители иномарок, Сузуки и Кия решили остановиться То же самое попытался сделать и водитель автобуса, едущий следом Однако избежать столкновения многотонник не смог. Говорит, машину попросту занесло Первый удар приняла на себя Кия, а после досталась и Сузуки Учитывая, что автобус успел снизить скорость, легковушки получили незначительные повреждения Я чуть не поняла, как он ехал. Я вижу, он сзади несется Свою вину в ДТП водитель автобуса полностью признал В результате аварии никто не пострадал Автомобили смогли покинуть место происшествия без помощи эвакуатора Альбин Винебаев, Аратназипов, Константин Бушуев, Вызов 112 Мазду отбросила на тротуар после столкновения с автомобилем Лады Калина Крупное ДТП произошло на пересечении улиц Восстания и Восход По предварительной версии, участники аварии не получили серьезных травм Куда больше досталось автомобилям У отечественного транспорта повреждена правая сторона Иномарка же получила многочисленные повреждения слева И, по всей видимости, оказалась не на ходу Участники аварии решили дождаться сотрудников ГИБДД В сети появилось видео момента крупной аварии Произошедшей в Нижнекамске 10 апреля Как видно на кадрах, автомобиль Volkswagen Touareg На высокой скорости вылетел на встречную полосу Где столкнулся с четырьмя машинами Судя по записи, иномарка на большой скорости заехала в лужу Возможно, что из-за эффекта аквапланирования Водитель потерял управление и на полном ходу протаранил встречные автомобили Напомним, в результате столкновения пяти машин Два человека были госпитализированы Серьезная авария произошла ранним утром под Казанью Недалеко от села Сокуры столкнулись Лада Калина и Большегруз По рассказам очевидцев, отечественный автомобиль Выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с многотонником В результате аварии легковушка превратилась в груду Искореженного металла и вылетела в кювет Люди в аварии не пострадали лишь чудом Трагичный финал любовного треугольника в Верховном суде Татарстана Стартовало слушание уголовного дела по факту жестокого убийства 52-летнего мужчины Обвиняемые 43-летняя Юлия Черемухина и 48-летний Сергей Суворов Предполагаемые любовники По версии следователей, они буквально искромсали ножами мужчину После чего еще живого жестоко избили неустановленным предметом И спокойно сели за стол, где их ждал алкоголь Историю любви, переросшую в кровавую расправу, расскажет Рамиль Шайдулин Он с нами не жил, мы не знаем Да, я отдельно жил, он отдельно жил На заседание суда сегодня пришли родственники убитого Ильдуса Каримова Они рассказали, что не были знакомы с его пассией И что с Юлией Черемухиной мужчина сожительствовал около двух месяцев По версии следствия, все произошло вечером 7 декабря минувшего года В тот день в квартиру обвиняемой пришел ее предполагаемый любовник Сергей Суворов Там же находился Ильдус Каримов Встреча быстро переросла в застолье Возлияние в сцены ревности и последующий конфликт между мужчинами В какой-то момент в руках Сергея Суворова блеснул нож Впоследствии на теле его жертвы эксперты насчитали больше 40 ранений Некоторые из них, уверены следователи, нанесены сожительницей убитого Несмотря на полученные ранения, мужчина все еще подавал признаки жизни Тогда Суворов, вооружив с неустановленным предметом Нанес еще несколько десятков ударов по различным частям тела После этого любовники вытащили тело на лестничную площадку А сами ушли к Суворову продолжать распилаться прогонные напитки На следующий день обоих задержали Свою вину в произошедшем Юлия Черемухина признала лишь частично Второй обвиняемый, напротив, отрицал свою вину Заявляя, что в тот день он даже не заходил к ней в гости Закон за подобное преступление предусматривает высшую меру наказания Пожизненное лишение свободы Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Адель Мулахметов, Вызов 112 Количество тяжких бытовых преступлений в Татарстане за 4 года снизилось более чем в 2 раза О профилактике семейных правонарушений говорили сегодня полицейские Только с начала этого года в ведомство поступило свыше 20 тысяч обращений граждан об угрозах и побоях Впрочем, за последнее с недавних пор закон вместо уголовного наказания предусматривает штраф Обо всем по порядку в материале Айрата Назипова Преступление на бытовой почве, говорят полицейские, как правило, имеет один почерк Выпили, поссорились, схватились за нож Практически всегда причина такого сценария лежит на дне бутылки Но конфликты возникают и на почве ревности, а также других разногласий В целом за 3 месяца этого года полицейские зафиксируют в Татарстане 686 бытовых преступлений Что почти на 250 случаев меньше аналогичного периода прошлого года На второе полугодие 2017 года у нас было зарегистрировано 3064 данных преступлений В то же время сотрудниками полиции было поставлено на учет семейных дебоширов на 1716 человек больше Это 9515 В минувшем году в стране был введен закон о декриминализации побоев Если дебошир нанес легкий вред здоровью близкому человеку впервые, то ему грозит административная ответственность Уголовное дело возбуждает за повторное правонарушение, либо же за насилие над несовершеннолетними За домашним хулиганом, провинившимся хотя бы один раз, осуществляется надзор Частые визиты участковых призваны охладить пыл дебошира и предотвратить более тяжкие преступления Зачастую жертвы рукоприкласса в семье не торопятся обращаться в полицию с заявлением на обидчика Жизнь по принципу «бьет, значит любит» раз за разом оставляет безнаказанным семейного дебошира И порой приводит к тяжелым последствиям За прошедший год в республике зарегистрировано 216 тяжких бытовых преступлений, чуть меньше половины из которых убийства Айрат Назихов, Адель Малахметов, Вызов 112 Ни денег, ни груза в Татарстане набирает популярность мошенничество, связанное с грузоперевозками Аферисты вклиниваются в логистическую цепочку, становясь тайными посредниками между отправителем и водителем В итоге потерпевшие теряют репутацию и товары миллионы рублей, судьбу которых порой приходится решать в судебном порядке Как застраховать себя от подобных ситуаций, расскажет Анна Городнова Процесс обмана, как правило, начинается с подачи объявлений на сайтах грузоперевозок Злоумышленник под видом водителя звонит фирме-отправителю, получает заказ и тут же ищет настоящего водителя Ему он представляется отправителем, озвучивает условия, конечную точку и оплаты Если тот согласен, просит отправить личные документы, которые потом перенаправляет истинному заказчику Мошенник звонит водителю, водитель скидывает ему документы Мошенник скидывает документы вот на эту организацию, загружается И потом уезжает, не едет вот сюда, а уезжает на другое место Изменение места разгрузки и здесь происходит уже хищение самого товара Дальнобойщик проезжает на склад, получает направление, загружает товар и едет из точки А в точку Б На полпути на телефон водителя поступает звонок от мошенника Потерпевшему сообщает, что планы поменялись и необходимо следовать по другому маршруту Перевозчик, думая, что все еще разговаривает с заказчиком, верит и доставляет товар в совсем другое место Там он получает деньги и отправляется домой Еще не понимает, что отдал третьим лицам имущество, за которое, как правило, несет материальную ответственность Получатель начинает звонить машиннику, говорить о том, что где мой груз Он говорит, вот я пока сломался, он же думает, что он с водителем разговаривает И в данный момент груз привезти не могу, привезу груз завтра В этот момент он отправляет груз в другую точку и там происходит его продажа Мошенники, получая груз, выходят из цепочки В то время как получатели, заказчики и водитель разбираются, кому, куда и когда был доставлен товар Уже поняв, что произошло, обращаются в полицию Схема запутанная, но способы защиты простые, напоминают полицейские В момент загрузки товара представителю компании стоит попросить номер телефона водителя И сделать при нем же дозвон Также рекомендуется обсудить действия в случае форс-мажоров Когда контакт между сторонами налажен, схема мошенника терпит крах Соблюдая подобные меры предосторожности, можно обезопасить себя от миллионных убытков Анна Городнова, Ратнадзипов, Амир Залюшев, вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии была Альвира Фазлиева До встречи и не бросайте вызов судьбе Друг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альвира Фазлиева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова